Вы слушаете «Разрушители пирамид» Евгений Беляков, Олег Анисимов. Разрушать пирамиды строителей, будем разрушать финансовые махинации, по крайней мере, будем сокращать количество людей, которые принесут им деньги, и мы, по крайней мере, очень на это надеемся. Мы это, я Евгений Беляков и финансовый блогер Олег Анисимов. Олег, привет. Привет. Сегодня будем обсуждать очень крутую идею, которая, я не помню, наверное, уже с годик работает, ни шатка, ни валка, но начинает нарастать количество участников, поэтому мы обратили внимание на эту интересную пирамидальную схему, называется компания Global InterGold. Судя по названию, она претендует на какое-то глобальное, наверное, главенство, и, собственно, видимо, занимается чем-то, связанным с золотом. Ну, а дальше уже, давай, Олег. Что конкретно предлагает эта компания? Я вкратце почитал, они предлагают какие-то высокодоходные инвестиции в золото. Если есть уже какая-то биржа, ну, не какая-то биржа, а есть нормальные биржевые инструменты, есть нормальная, не знаю, продажа слитков в этих самых, в офисах банков, которые все со всеми пирогами, да, со всеми документами и так далее, зачем нужно вкладывать в какую-то непонятную компанию, что она дает? То есть, по крайней мере, что обещает, точнее. Ну, компания вот эта Global InterGold, это логическое продолжение компании M-Goldex, которая долгое время существовала, сейчас она уже в каком-то таком полумертвом режиме существует, и тут идея в том, что эти компании, как бы, они совсем не рушатся, да, они просто люди, которые в них, так сказать, вступили, просто как бы теряют свои деньги, вот. И приходят в другую компанию, и отдают деньги уже другой компании. Да, потому что формально перед ними обязательства выполняются. А, так, формально, ага, интересно. Да, потому что обязательства составлены таким образом, что очень небольшая часть людей, в принципе, способна их выполнить. Идея в чем, что вы вступаете в эту организацию, вас приводит так называемый спонсор, то есть, это MLM-система, там тоже много уровней и так далее. Ну, вот вы указываете номер этого спонсора и регистрируете в личном кабинете организации. А, ну, то есть, грубо говоря, ты приходишь ко мне, говоришь, что ты спонсор, то есть, они используют такую терминологию, спонсор. Спонсор, по идее, деньги должен давать. Или, как бы, в будущем спонсор готов дать денег, если человек будет участвовать и так далее, да? Нет, спонсор, видимо, участие вашего в этой программе в бизнес, они же называют это бизнесом. Я же тебя, так сказать, пригласил в бизнес, ты же партнер теперь будешь, ты будешь зарабатывать деньги. То есть, не инвестор, а спонсор, получается, который не рассчитывает на то, чтобы вернуть свои деньги. Нет, нет, спонсор, это тот, кто приглашает. А, ну, ладно, неважно, да, хорошо. Ну, в общем, идея в чем? Идея в том, что человеку обещают покупку золота, физического золота 999-й пробы со скидками. Но, чтобы его купить, нужно привезти хреновую тучу людей, которые тоже купят это золото. Вот, и, соответственно, система составлена таким образом, что количество этих людей довольно высокое, и заполнить эту матрицу заказов, или, как они называют, таблицу заказов, это должно быть, значит, сначала приглашенные тобой два человека должны приобрести это золото, потом приглашенные ими должны принести, и так далее, там несколько стадий. И на разных программах там разное количество людей, которые должны купить это золото. Суть в том, что... Ну, не купить, а, то есть, получается, внести вот свой золото. В абсолютном большинстве случаев это невыполнимо, и люди просто вот зависают в этой программе, и сидят и ждут, пока вот эти люди, которые они когда-то пригласили, они им якобы там кого-то еще новых наберут, и эта матрица заполнится. Вот, на деле она не заполняется. Ну, ты же, кстати, зарегистрировался, да, в этой системе, то есть, что там для этого нужно обычно, да, какой взнос обычно требуют и так далее. Я зарегистрировался, да, там указал спонсора одного из. Тут у них, на самом деле, программа называется она «Условие положения стимулирующей маркетинговой программы Goldset интернет-магазина Global InterGold» состоит из 35 страниц и 94 тысячи печатных знаков. Вот, когда вы видите такие программы, да, по, так сказать, партнерски, вы должны понимать, что вас обманывают, потому что, ну, то есть, за большим количеством слов будут спрятаны слова, которые потом вам предъявят. Слушай, а ты же сам подписал. Да, что ничего мы не делали. Да, и тут, как бы, все, в принципе, прописано, но понять это невозможно. Огромное количество букв, все повторяется, одни и те же формулировки много раз. Ну, вот, например... Ну, неважно, да, не будем там юридически, скорее всего, язык, который и так сложно понять даже в нормальных договорах. Ну, например, чтобы оформить заказ Goldset Standard, покупатель должен разместить заказ на покупку товаров-услуг на сумму 7 тысяч евро. Это размещение заказа, это такая штука, как бы, лукавая, да, и включая сбор за обработку заказа в размере 540 евро. Сбор за обработку заказа 540 евро. И дальше там он вносит, как бы, небольшую предоплату, и потом давай вперед, приходи, приноси своих вот этих вот знакомых. То есть, я так понимаю, я просто видел еще видео, в котором человек рассказывал, видимо, один из вот этих спонсоров, да, когда желающий набрать там себе дополнительных каких-то людей в ячейку, он получает какой-то пакет, и вот он раскрывает, торжественно раскрывает этот пакет, в котором лежит этот маленький слиточек золота, и он его, значит, рассматривает с всех сторон, ура, наконец-то, вот оно, ради чего я, собственно, работал в этой программе. То есть, правильно я понимаю, что там, ну, то есть, они золото все-таки бесплатно получают потом в итоге, ну, если вот провели вот всю эту работу и выудили кучу денег из своих знакомых, друзей и так далее, или со скидкой? Со значительной скидкой получают, но это нужно привести огромное количество денег туда, в систему, и тогда система с тобой как бы делится. А смысл? И нормальный человек не сможет это сделать, да? Это смогут вот там, не знаю, считанные люди, которые вот в этой среде вот этих всех MLM-щиков вертятся, да, которые обладают там раскрученными Инстаграм-аккаунками. А с другой стороны, даже если у них получилось, вот они получили этот слиток золота, и что с ним делать? Хорошо, они получили его со скидкой, но они его не смогут продать никому, вообще никому. То есть этот же, грубо говоря, если мы купили это в Сбербанке, условно, да, который там занимается, да, этим продажей слитков, у них есть сертификат, соответственно, только с этим сертификатом мы можем сдать его обратно, продать, и то с потерей там НДСа 20-процентного теперь уже, и так далее, и так далее. То есть какая здесь скидка, вот вообще, в чем здесь выгода вообще участия в этой программе? Ну, я вот не вижу. Ну, да, золото там действительно выдают, то есть его можно поехать в какой-то европейский офис получить, по сего. А, даже так, даже еще надо потратиться на дорогу в Европу. Да, его можно получить, потому что официально же, если его вывозить официально, то это будет же пошлины, и НДС там возникает, вот. И как-то это все происходит как предмет личного пользования, наверное, их там выдают эти слитки, в принципе, слитки есть, да, существуют. Ну-ка, дело зачем они нужны? Вот, но, я так понимаю, что большинство, оно как бы смотрит на цифры в личном кабинете, они слитки как бы не обналичивают, потому что, ну... А, то есть там цифры в личном кабинете показывают определенное увеличение дохода после привлечения там дополнительных участников. Да. Ага, понятно. И еще, ну, как бы, лохотрон бы не был лохотроном, если бы там не было какой-то системы, как бы, ценных бумаг, проценты и так далее. Там тоже есть такая история, называется «ценные бумаги». Вот, то есть это уже абсурдная, как бы, категория, потому что «ценные бумаги» — это вот общее понятие, да, потому что и цены бумаги бывают крайне разные. Это акции, это облигации, это разные промежуточные инструменты, типа конвертируемые облигации, то есть, ну, разные купонные облигации, дисконтные облигации и так далее. Тут сказано «ценные бумаги». А, понятно. Ну, то есть, видимо, это какие-то фантики, обещания вот этой структуры о том, что вот эти бумаги, некие ценные бумаги, в конце 2020 года будут конвертированы в акции. В каких соотношениях они будут конвертированы? В какие акции? В какие акции? Непонятно абсолютно. Ну, то есть, если действительно, бывают ситуации, да, в стартапах, допустим, прописывается там соединенные соглашения, никогда акций нету, что вы получаете столько там опционов, вы там получаете столько акций, если будет выход на биржу, вы получите столько, ну, то есть, это как бы конкретика, да, цифровая. Хотя тоже, мне кажется, не это самое, не работает, например, в случае с той же Skyway, которую мы обсуждали где-то месяц назад. Ну, Skyway уже много-много-много лет обещает IPO, на которое должны люди выйти. То есть, размещение акций, да, на бирже. Да, размещение акций на бирже, которые, и, конечно, никакого IPO не будет, потому что это лохотрон, там, третьей степени. Я правильно понимаю, что это какая-то глобальная пирамида? Или это, кто, в общем, стоит за ней? Удалось выяснить? Ну, она, как я понимаю, вспыхивает в разных странах в разное время. Вот сейчас я посмотрел в Инстаграме довольно много итальянцев. Да, кстати, я тоже видел, да. Хэштег Global InterGold, как бы, вот, итальянцы сейчас публикуют в Инстаграме. То есть, привлекает новых вот этих самых людей с пониженной социальной ответственностью, лиц, обиженных хулиганами, как еще лохотрон называют. Вот, и в России, получается, да, сейчас, то есть, два очага таких. В России, ну, в Индии. А, в Казахстане, наверное, наверняка, там, в Казахстане, в Киргизии, всегда же, мне кажется, в головочке туда идут. В Филиппинах был несколько лет назад, вот, этот бум. И, более того, там официальный финансовый регулятор заявил, и все заявление до сих пор висит на его сайте, что это скам, это мошенники. То есть, он под запятую написал, mgoldex и global intergold, это мошенники, скам. Это кто написал? Филиппинский финансовый регулятор. А, вот так вот. Потому что там это достигло каких-то угрожающих размеров. У нас это какой-то, ну, как песочница, я бы сказал, мало этого видно. Ну, в общем, но, в принципе, учитывая, как кэшбери быстро раскрутился. Я так понимаю, что не сильно хорошо раскручивается, потому что предлагают все-таки купить, не бесплатно получить золото, а со скидкой, и плюс ко всему, вообще получить не деньги, а золото. Ну, как бы, многим из нас, я думаю, просто вот этот слиточек, он не особо интересен, тем более, что даже продать его можно будет только по цене лома, вряд ли с какой-то добавленной стоимостью. А уж сколько он будет стоить, ну, зависит от размера этого слитка. Но, в принципе, я считаю, что золотые слитки, это вообще чисто для красоты. Потому что как финансовый инструмент, вообще бессмысленная штука. Не, ну, бывают ситуации, да, там, как там, революции, войны. Да, 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 вот только такие, да. Когда там будет в сто раз дешевление валюты, и слиток, да, будет стоить в сто раз дороже через год. Да, это, как мне сказал один из финансовых советников, очень говорит, ну, если у вас, в принципе, есть другие финансовые инструменты, вот все у вас есть, уже акции, облигации, я не знаю, еще что-то, инвестиции в недвижимость, ну, тогда можете купить золото, если уж вы сильно боитесь атомной войны, чтобы во время атомной войны поменять его на кусок хлеба с салом. Да, просто проблема кусков золота в том, что они не ликвидны, вот и все. Да. То есть, в принципе, это золото, оно актив. Ну, оно привязано, конечно, к цене доллара, но, по сути, не приносит каких-то таких, ну, в общем, это то же самое, как охранить доллары в заначке, ну, вот, дома, наличкой, но гораздо сложнее, потому что доллары хотя бы можно сразу поменять в обменнике с золотом, так не получится. Ну, на самом деле, есть инструменты, позволяющие инвестировать в золото, ненарочное. Там exchange traded funds, то есть паи фондов, которые обращаются на биржах, и другие есть инструменты, которые позволяют безналично инвестировать, ну, относительно надежно через брокеров, через официальных. Да, 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 через российских, я так понимаю, тоже. Через российских тоже можно, вот. Другое дело, что вот эти все связанные с банками покупки, там, как правило, идут потери больших денег, там, цена покупки одна, цена продажи другая, там, налоги возникают, в общем, это тоже такая история сомнительная. Как инвестиции. Что интересно, я увидел у этой компании Global, я, кстати, прошу вас присоединиться, нашу аудиторию, к разговору, если у вас, как всегда, вам задаю один вопрос, если у вас есть какие-то финансовые пирамиды, финансовые мошенники, которых, рекламу, которых вы видите у себя в городе, или, может быть, к вам какие-то люди начали приходить, или стучаться в социальных сетях и предлагать какие-то беспроигрышные высокодоходные инвестиции, то пишите об этом, обязательно разберем в следующих программах. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2, сюда можно писать WhatsApp и Viber, 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Что интересно, Global InterGold, они даже в Чечне разместили свой офис, ну, по крайней мере, вот в одной соцсети я увидел, что вот он открыт уже, можно приходить и вот, ну, как бы, становиться членом. Я видел конференцию в Грозном, Global InterGold, но там сидят в основном женщины в платочках, вот, и слушают, как это все происходит. Вот вопрос, вот эти женщины, когда войдут в эту систему, заплатив, там, 275, условно, евро, а потом придут и скажут мужу, там, слушай, нам надо сейчас распространить это все среди, там, 20-15, там, человек, условно, да, что скажет муж, вот, суровый, да, и как он будет относиться к людям, которые, ну, втюхали вот это, его жене вот такую вещь. Я думаю, там уже есть какие-то неприятные ситуации. Да. Ну, будем следить, в общем, дорогие друзья, сегодня мы разбираем сразу несколько пирамидальных схем, несколько историй, которых советуем, так сказать, ну, не то, чтобы бояться, да, но, по крайней мере, не входить туда или со скепсисом изучать, я бы так сказал. Global InterGold одна из них, поэтому, ну, наш вердикт, он однозначный, собственно, как и для всех историй, которые мы разбираем в этой программе. Лохотрон. Да, Лохотрон. Вот. Давайте следующую тему разберем. Я для интереса полез посмотреть, что же происходит с последователями Кэшбери, так называемая пирамида Global Decentralized Community, так они себя круто называют, они якобы уже создали очень много юридических лиц в разных странах, от США до Сингапура, Новой Зеландии и так далее, и обещали открыться, насколько я помню, еще там чуть ли не с 1 февраля, но до сих пор сроки откладываются, вот только что видел сообщение, заходил перед программой, они сказали, ну, вот опять у нас что-то не получается, еще 60 дней, давайте подождем, мы там какие-то у нас сложности с финансовой регистрацией в разных странах и так далее, и так далее. Ну, видимо, просто тянут волынку и, собственно… мы вторую компанию обсуждаем и в любом случае Global есть, поэтому вот это на самом деле любят лохотронщики слово Global, оно регулярно присутствует, почему, потому что, так сказать, это нравится лохам, быть причастным, так сказать, большому к чему-то, да, Global International, да, там, что-нибудь там такое, да, все это вот всегда такие вот громкие-громкие слова. Ну, там еще блокчейн у последователей CashBerry, я имею в виду. Ну, за слово блокчейн скоро будет вообще давать в лицо. И уже, кстати, дают очень хорошо, потому что много криптовалют уже обманули своих покупателей. Да, да, да. Самое интересное, что вот эти Global Decentralized Community, да, такое сложное, да, словосочетание, ну, так они уж назвали себя, GDC, они теперь стали бороться со своими клонами, у них объявление висит на главном сайте, что не верьте все остальные компании, которых… У нас лицензия на обман вас, да? Да, да, да. Все остальные не имеют права забирать ваши деньги. Вот именно так. Я вспоминаю сразу же Мавроди, который точно так же писал, что вот мой единственный сайт, он верный, все остальные это клоны, и, в общем, не отдавайте им свои деньги, отдавайте только мне. Поэтому, ну, тоже будьте аккуратны. Очень много вот этих разных сайтов, которые сейчас на этом поднимают деньги и… пытаются, точнее, поднять деньги, и уже появилась, естественно, такая история, как возврат денег из Кэшбери. То есть звонят люди, говорят, что мы из предыдущей команды, вот вы входите в наш новый проект, вот по такому-то адресу мы обязательно вам вернем деньги. Тоже, мне кажется, что мы не стоит верить. Но сначала нужно предоплату, естественно, нести. Да, естественно, конечно, без нее никак. Ну, еще одну историю мы разобрали и предупредили вас о том, что, ну, все-таки, наверное, не стоит в это ввязываться, потому что, действительно, мне просто было интересно проверить, что же там происходит с Кэшбери. Много-много обещали, и вот так вот, пока до сих пор мы ничего не увидели от Артура Варданяна, который бесследно, я так понимаю, куда-то исчез. Как и многие вот, кстати, такие зиц-председатели подобных пирамид, они как-то раз, когда пирамиды скрываются, они, оп, и исчезают. Ну, вот Мавроди, наверное, только такой вечный был, был уже теперь. Ну, такой мошенник высокого полета Артура Варданяна. Да. То есть это такой актер, он до сих пор не слышно уже давно, мне кажется, несколько месяцев. Я думаю, скоро вылезет, скажет, что вот мы все-таки... Загаром с таким. Решили, да, решили вопрос, надо сейчас еще немножко скинуться. Да, все будет хорошо. Ну, ждем, ждем появления Артура Варданяна. У нас на связи, не на связи, у нас на очереди еще одна пирамида, которая очень похожа на, на наш взгляд эта пирамида, она очень похожа на ту, которую мы разбирали, белорусский лохотрон под названием Skyway. Есть еще, появился такой его клон, я так понимаю, российский клон, да, двигатели Дуюнова. Российский, да. То есть там предполагается следующая история, что якобы двигатели по технологии совмещенных обмоток «Славянка», якобы экономия электроэнергии до 40% и большие призывы к инвестициям от частных инвесторов, такой, в отечественной, они, кстати, играют на чем? На том, что становитесь инвесторами в отечественный промышленный стартап, то есть поднимаете нашу, нашу технологическую базу, вкладываете в нас деньги и так далее. Там какие условия? Как я понимаю, там что-то примерно как со Skyway, то есть тоже доли в компаниях, да. Ну какой-то сбор денег идет с обещаниями, вот так сказать, великого будущего, как обычно в таких случаях, вот, но всегда нужно понимать, что нормальная разработка, она будет востребована как за границей, так и в России огромными концернами, которые с удовольствием ее возьмут. Все эти концерны существуют там десятки, западные там сотни лет, всякие сининсы, да, они постоянно мониторят любые инновации, которые могут хоть немного увеличить эффективность их работы, их устройств или их там агрегатов, не знаю там, турбин там, не знаю, всего. Они каждую там процент, они мониторят, и они никогда не откажутся от возможности запустить в производство. Вот. Как я читал по поводу Дуинова, там есть, действительно там есть усовершенствование, но оно дорогое в воплощении. Вот. То есть есть другие способы сделать то же самое, сделать более эффективный двигатель, но более дешевые способы промышленные. Поэтому те способы используются, а такой способ не используются. Все. Точка. При том, что он действительно какой-то там, действительно ученый там, да, он действительно разбирается в этом. Вот. Но почему здесь вокруг него возникли вот эти вот финансовые аферисты, да, которые с МММ были связаны, которые начали собирать... А, да. Что нас и натолкнул-то на эту идею, что еще один показатель лохотрона – это участие известных персонажей, которые замазались уже в других пирамидах, и, ну, вряд ли эти люди начнут рекламировать что-то, действительно, ну, такое правильное и нормальное. Ну, еще удивительно, конечно, эти вот люди, которые кинули других уже в других проектах, да, они до сих пор на свободе. Ну, на их месте надо было бы сидеть тихо, да, а они новые лохотроны тут организовывают. То есть, конечно, у нас вопросы есть к правоохранительной системе, почему эти люди на свободе, да, которые разводили там годами других людей, оставляли их без денег, в том числе пенсионеров, там люди с инфарктами, люди там самоубийством жизнь кончают иногда. И, в общем, Кабызову в одну камеру нужно посадить вот этих товарищей пирамидальных схем, мы переходим к мошенникам другого рода, к аферистам, наверное, другого рода, которые работают на земле и которых мы каждый день, наверное, видим, когда ходим по улицам наших городов. Я говорю про бесплатную юридическую помощь, бесплатную в кавычках, естественно, потому что, как показывает практика, люди, которые приходят к таким помощникам, оказываются, ну, так сказать, без какого-то количества денег, иногда большого, иногда очень большого. У нас в гостях Михаил, пострадавший от такого рода бесплатной юридической помощи. Михаил, добрый день. Добрый день. Поближе к микрофону, пожалуйста, да. Вкратце, расскажите, в чем заключается история, как, почему вообще обратились в эту бесплатную юридическую помощь и, собственно, ну, я так понимаю, что вот это та самая бесплатная, да, помощь, вот эти объявления, приходишь, они говорят, да-да-да, сейчас мы обязательно вам поможем, решим ваш спор. Ну, ситуация была следующая. У мамы возникли проблемы по строительству и по ремонту дома, был недопоставлен товар на определенную сумму. Ну, это юридическую лицу, да? Она решила, что этот вопрос нужно как-то в судебном порядке его регулировать. А там маленькая контора, нет своего юриста, да? ИП-шник. А, понятно, то есть. Зашла в интернете, набрала юридическая поддержка, помощь, выскочила компания «Империя лидеров». Вот название-то какое, да, Олег? Вот, кстати, вот как любят, чтобы точно знали, что человек приходит и все, и там лучшие люди страны собрались. Мы пригласили ее на бесплатную консультацию. На этой бесплатной консультации ей объяснили, что это не проблема, мы чуть ли не полмиллиона с него взыщем при стоимости иска там 125-130 тысяч. Ну, и предложили сразу же подписать два договора на 20 и на 30 тысяч. То есть сразу 10 процентов условно сразу. Ну да, но они сказали, что все это они взыщут с ответчиков дальнейшее. Обычно ж юристы как делают? Они же как бы не берут деньги, я так понимаю, ну так много, по крайней мере, а потом взыскивают с пострадавшего, по сути. Ну, разные практики бывают, но в основном, да. Ну, значит, эти два договора… Что в них было, да, эти договоры? По факту они были одинаковыми, за исключением того, что в первом договоре было прописано, что нужно съездить непосредственно к ответчику по ее претензии. Этот договор был на 30 тысяч. Значит, за 30 тысяч им была лень скататься до данного представителя и ничего не было. А что-то они сделали вообще, да? Да, они распечатали с интернета, поставив ее в фамилию старого образца, значит, претензии в прокуратуру, Роспотребнадзор, исковое заявление, проект искового заявления с этой суммой в полмиллиона. Ну, человек, который в этом разбирается, если бы он это почитал, ну, это лучше комиксов. То есть, они иск даже в суд не подавали? Нет, а здесь они по договору и не прописали. Они в дальнейшем предложили заплатить еще 50 тысяч, и тогда они сходят и отсудятся. Якобы, опять же. Понятно. А почему не был прочитан договор? То есть, ну, я так понимаю, что если он был, да, то… Да, знаете, ситуация довольно-таки простая. Я в 55 лет человек искренне верил, что юридическая служба – это как больница. Ты идешь, и тебе ставят правильный диагноз, и тебе помогают. Не было такого, что ты попадаешь народным врачевателем. Да, да, да. Дорогие друзья, призываю вас тоже участвовать в нашем диалоге. 8 800 200 ровно 97 02. Если хотите, можете позвонить нам в прямой эфир, рассказать о похожем случае, если с вами такое происходило, или можете написать об этом. WhatsApp и Viber 8 9 6 7 200 ровно 97 02. 8 9 6 7 200 ровно 97 02. Как сейчас обстоит дело, то есть… А, кстати, у нас же есть записи, то есть вы же сходили к ним и попытались как-то решить вопрос, да? – Когда я узнал о сложившейся ситуации, когда мама мне об этом рассказала, собственно, мы поехали туда, мной был составлен документ о расторжении данного договора и претензии с просьбой вернуть те деньги, которые, так сказать, не были отработаны и не был подписан акт приема передачи. – Вы уже к нормальным юристам обратились? – Нет, ну… – А, или сами, сами уже так. – Уже самостоятельно было. – Ну, и по факту, когда приехали туда, были попытки уговорить… – О, давайте послушаем… – Продолжить работать. – Ага. Давайте послушаем как раз разговор в юридической конторе. – Что вы 20 тысяч с моей мамой взяли за нелепые бумаги, над которыми можно посмеяться, это уже дело свершившееся, поскольку она подписала по незнаниям. Значит, сейчас я хочу от вас следующее. Я подготовил вам уведомление о расторжении договора, поскольку все сроки разумные и неразумные были пропущены. – Я вас понимаю, представитель уволился, понимаете? – Давайте подпишем тогда вот это вот, кто подписывает. – Давайте, все через ресепп. Я не подписываю, не принимаю. – Так, а ресеппция не… – А ресеппция не принимается. – Ну, можете… – Они сказали, что сейчас подойдут с руководителем сюда, поэтому посидим, подождем руководителя. – Ну, прошу. – Ну, вот, да, получается… В общем, так сказать… То есть, грубо говоря, они должны как-то были подписать, что они приняли эту претензию, да? – Да, собственно, они этого делать не хотели путем ожидания и просто тем, что я не собираюсь оттуда уходить и сообщил, о том, что я просто сейчас достаю телефон, снимаю на видео, то, что оставляю это вам и для суда этого будет вполне достаточно. Ну, после этого они подписали мне, поставили номер входящего, но хамство, естественно, продолжилось. – Понятно. – Вообще, на самом деле, ситуация настолько простая, я уверен, что у местного участкового на данное заведение лежит очень много заявлений, просто у нас этим никто не занимается. Это же так же, как было со спайсами, пока кто-то не вышагнет из окна высокопоставленных чиновников, из родственников, этими вопросами никто не заниматься не будет. Поэтому будем ждать, пока кого-то более крупного разведут. – Но вы сейчас будете обращаться в суд, как я понимаю, да? – Да, сегодня прошло 10 дней с момента их уведомления, ответа никакого, опять же, кроме хамства не последовало. Сказали, что будут все это отправлять по почте, но на следующей неделе будем подавать исковое заявление. – В договоре, то есть, что там еще такого интересного вы заметили? То есть, грубо говоря, споры должны решаться, они в каком суде будут решаться? – Вся пара… – Тут очень веселая история. Значит, споры должны решаться в Тритейском суде при Хельсинском международном коммерческом арбитраже. – Да ладно. – Хельсинский суд, то есть, они пытаются отправить истцов из… – Он здесь в Москве находится, но это коммерческая структура. – А, вот так. – То есть, Тритейский суд – это коммерческая структура, где у них, скорее всего, есть определенные договоренности. – Олег, слышал? – Ты не можешь выиграть. – Ну, это получается, что они не хотят в обычном, нормальном суде. – А, так вы сейчас судиться-то будете в каком суде-то, действительно? В Хельсинском? – Нет. – Обычно гражданские. То есть, я иду к мировому суде и подаю. Плюс, как бы, постараюсь изыскать штраф с них. – Ну, вот я смотрю в Яндексе «Империя права», тут два отзыва, и оба пять звезд. – Империя лидеров. – А, «Империя лидеров». – Все, да, да. – Измените. – Лидеров, да. – Потому что «Империя права» – очень похожий тоже тут сайт, такой, не вызывающий, скажем так, доверие. – Ну, опять же, вот как раз то, что мы обсуждали со словом «глобал», так и слово «империя», мне кажется, тоже надо каким-то образом, ну, так, сразу же со скепсисом относиться. – А, вот с «Империей лидеров» здесь проще. Один, пять звезд и два отзыва по одной звезде, и как раз Наталья Д. пишет. – Самые настоящие мошенники взяли деньги, а вот услугу так и не оказали. На место шла лапши, и что якобы ждем откуда-то письма, и все решим. В кратчайший срок прошло три месяца, адвокатная связь не выходит, и вопрос не решается. Следующий, Сергей К. – Припарковаться негде, съедят вам мозг, 99% разведут на кругленькую сумму. Если один консультант не справляется, приведет более опытного. Сыграют даже в доброго, затем злого полицейского. – Понятно. Ну, в общем, стандартная история. Я, кстати, недавно удивился, я говорил с одной своей знакомой, которая… я просто думал, что уже мало кто попадается на такой развод, ну, в плане съемок квартир, например. То есть, когда выкладывается какое-то хорошее объявление, на него сразу же, естественно, идут звонки, человек приходит, да-да-да, конечно, уже все вас ждут уже с ключами, приходите, оформим договор в офисе, а дальше уже потом поедете по адресу. Вам только нужно 5 тысяч заплатить за наши, так сказать, посреднические услуги, а дальше вы потом поедете, если что. Естественно, в этот момент человек звонит и понимает, что телефон либо недоступен, либо там его посылают, он говорит, так вы знаете что, ой, вы знаете накладочка, но у вас есть возможность присоединиться к нашей информационной системе. И вот ты 5 тысяч отдал, по договору они оказали только информационные услуги, все, 5 тысяч ушли. Так и здесь, я так понимаю, что они формально выполнили свои условия. – Ну, я абсолютно уверен, что там просто работают обычные продажники. – То есть, ты приходишь в офис и вас встречают таким агрессивным маркетингом. – Да, да, да. – Пытаясь рассказать, что у вас очень тяжелая ситуация, но мы вас вылечим. – Да. – Мы вам поможем. – Как сдошили та самая косметика израильская, которая тоже вот кредит уговаривала оформить кредит. Короткий совет, что нужно делать, чтобы не попасть к таким людям? – Обращаться только в адвокатские конторы, поскольку все эти юридические службы по большей части не несут никакой ответственности за то, что они делают и оказываемые ими услуги, но никак не соответствуют тем финансам, которые вы за это заплатите. – Да, да. – Спасибо вам большое. У нас в гостях был Михаил Пострадавший. Ну, будем надеяться, что у вас все получится отстоять свою правоту. Олег Анисимов, Евгений Беляков. Оставайтесь с нами. Это – комсортно. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...